Доброго времени суток, с вами по-прежнему Арталаски. И сегодня я наконец домучил третью версию конструктора фонов. В этот раз здесь уже больше уклон именно на кисти, чем на какие-либо цветовые решения. И в принципе, если вы помните сколько кистей было в первых версиях, ну по крайней мере сколько места они занимали, то сейчас здесь места занимают они гораздо больше. Думал, что ближе к шестой версии их нужно будет разделять на разные файлы кистей для удобства. И давайте наконец посмотрим, что же такого я здесь наготовил. А кстати, то что вы сейчас видите на экране является результатом этих самых экспериментов новыми кистями. Но пока что я все это сейчас спрячу. И значит первое, что я решил сделать в этом обновлении, было как раз подсказано некоторыми пользователями, которые уже используют этот продукт. И на основе их отзывов я уже добавляю разные полезные инструменты. Значит первая кисть, которую я сюда добавил, это дизеринг. Как обычно рисует дизеринг необычной кистью. Берут такую маленькую кисточку и вот так. Не вот так. И вот так вот начинают вырисовывать. Согласитесь, занятие достаточно нудное, особенно если еще и не попадаешь. А потом могут это все вот так вот копировать, вставлять. В общем, очень нудное занятие. И поэтому я решил добавить сюда кисть, которая это дело сильно бы ускоряла и упрощала. А значит выбираем нужный размер. И закрашиваем область этим самым дизерингом. То есть вот так вот все очень простенько, все очень удобно. Сам я дизеринг почти никогда не использую, но множество пиксельных художников его активно очень используют в своих работах. Особенно в спрайтах с крупным разрешением. И поэтому я сделал целых 22 вида этого самого дизеринга, который можно использовать в своих работах. И сейчас, чтобы не затягивать видео, я просто покажу как бы отпечаток каждого из них. И некоторые примеры его использования. Значит, первый вы уже видели. А второй вариант практически то же самое, только чуть-чуть крупнее. Третий вариант является инвертированным вторым. То есть здесь тот же самый узор, только он как бы инвертирован. Продолжение следует... Всем пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Некоторые из них вдохновены такими играми как Bra Force и Hollow Knight Как их использовать уже зависит только от вашей фантазии Так как я видел очень много примеров использования дизеринга Но так как я его практически никогда не использую То боюсь что интересных примеров показать не смогу Однако На вот такой вот стилизованной листве На которую тоже сделал кисти Значит вот использование этих самых Кистей для дизеринга Сейчас я их отключу То есть сам по себе Узор выглядит вот так вот И с помощью этих самых кистей Можно так сказать немножко разнообразить А я здесь специально поставил Пометку на 16 кисти круглая листва Так как ей будет достаточно Удобно делать вот такие вот плавненькие Переходы Для подобной стилизованной листвы Это достаточно удобная вещь И я думаю что многим она придется по душе Конечно можно использовать не только эту кисть Здесь на самом деле много чего интересного я сделал Даже еще сам не придумал для чего Что можно использовать Но я думаю что Ваша фантазия Вам позволит сделать что-то более интересное Вообще когда я говорил про Hollow Knight Я совершенно забыл что это не пиксельная игра А просто мне на глаза попался именно Вот эта работа А не знаю правда кто автор Попалась мне она Где-то на пинтересте Вот и меня привлек вот этот вот Вот этот вот узор Как на земле Так и на вот этом вот растении Я решил этот узор повторить И собственно сделать из него отдельную кисть И собственно вот он И получился 18 кисть тоже может неплохо разнообразить Некоторые участки И пожалуй единственный совет Который я здесь дам Не нужно переусердствовать И прям вот так вот По всей стороне делать такие вот переходы Это будет некрасиво А если вот так вот в некоторых местах Его аккуратненько использовать То может получиться очень даже интересно Ну что ж с маленькими пикселями разобрались И давайте теперь перейдем к более интересным кистям Сейчас я это тоже все попрячу Значит сразу перейду К интересному Так как Кора дерева для многих Кажется очень таким Страшным занятием И значит здесь есть кисти Двух вариантов Первый Это для рисования вот такой Стилизованной коры Вдохновили на этот набор кистей У меня кстати Вот эти вот спрайты Особенно вот этого дерева Как-то оно меня вот так вот зацепило И собственно такую кору И такую листу нарисовать Теперь может практически каждый Используя вот эти самые новые кисти Из конструктора Единственный момент Здесь кора немного другая Но в принципе Ничто не мешает Сделать ее как там То есть здесь она у нас идет Вот такими вот прямоугольниками И мы здесь можем сделать То же самое А сама кора идет Как бы по направлению кисти То есть я сейчас все это делаю Мышкой То есть без планшета Что достаточно Непривычно для меня Но тем не менее Как бы все достаточно удобно Естественно накладывая Эти штрихи друг на друга Можно получать уже более такую Текстурку плотную И тем самым Сделать что-то такое Интересненькое Красивенькое Вот Но для тех Кто хочет сделать Листву Так сказать Более реалистичного Например Вот что-то вроде такого То есть здесь Есть вариант Поинтереснее Кисть называется Кора-дерево Реалистичная И сама по себе Она представляет Как бы вот Такие вот Линии Они также идут По направлению Вашей кисти А направление Естественно Задается А уже Движение мышки И вот эти Вот самые штуки Давайте Сейчас вот так вот Закрасим И цвет возьму Отлично С ними можно Спокойно Нарисовать Какой-нибудь Такую кору Более похоже На стилизованную Для тех Кто рисовать деревья Не умеет Это я думал Чуть ли не спасение Потому что Это оно действительно Очень просто То есть Я просто вожу мышкой Вверх-вниз Иногда вот так вот В сторону И получаю уже Такую Как бы текстуру Вот В принципе Здесь все Достаточно Просто Размеры Естественно Можно спокойно Регулировать Для создания Более мелких Таких прожилок Ну и все Что хочется Подредактировать Более точно Есть Как всегда Обычная Пиксельная Кисть Вот Ну что ж Со стволами Разобрались Как видите Все достаточно Просто Меня больше всего Интересует Конечно же Листва Так как Именно она Меня вдохновила Сделать Все остальное Значит Здесь есть Несколько кистей С приставкой Стилизованная И значит Давайте Возьмем Вот такой вот Цвет И просто Нарисуем Какое-нибудь Деревце Просто Вводим мышкой Вот так вот По кругу Ну либо По валу По квадрату Как вам уже Будет удобно И получаем Такой вот Силуэт Предположим А теперь Берем цвет Посветлее И просто Поверх него Так вот Все закрашиваем То есть Как бы Создаем уже Более светлый цвет И так делаем До тех пор Пока Нас не устроит Результат Вот и все По такому же принципу Можно нарисовать Всю остальную Растительность Есть еще Кисть Практически Идентичная Только Ее Лисца Как бы Более редкая Она как раз Сделана Для Таких Вот Так сказать Шапочек То есть Светлых Вот этих частей Круглых Вот Ей Будет удобно Такую штуку Делать Далее У нас идет Стилизованная Трава А ей Можно Как сделать Целые Платформы То есть Такую Быстренько Набросали И у нас Получилась Такая Как бы Травянистая Платформа Вот Но если Взять Свет Посветлее То Можно Задать Такую Вот Текстуру Травы А если Как бы Делать Такую Более Редкую Природ Все Несколько Раз Повели То Можно Тоже Получить Достаточно Интересный Результат Так Идем Дальше Осталось У нас Листва Деревьев Сам У нее Отпечаток Похожий На Такой Вот Квадрат С Дизелингом Но Здесь Все Гораздо Интереснее Давайте Все Это Сейчас Спрячем И Вот Так Вот Вводим То Здесь У нас Листва Получается Уже Более Реалистичное Но При И Принципе Практически Практически Аналогичное Но Ей Удобно Рисовать Такие Же Платформы Но Можно Набросать Какие Нибудь Кустарники У нее Уже Как видите Не Такой Большой Шум То Здесь Можно По Краям Заметить Такие Вот Шум А Как Бо Имитирующие Листву А Здесь Же Такого Нет Здесь Это Все Более Грубо Происходит Вот Ей Можно Рисовать Даже На Заднем Фоне Давайте Сейчас Все Это Отключим И Предположим Так Еще Немножко Тестов То Есть А Сейчас Лишнее Все Отключу Нет Все Не Получится То Видите На Заднем Фоне Меняются Вот Эти Вот Горы Более Такие Растительные И Вот Как Раз Этой Кистью Это Достаточно Удобно Делать Ну Думаю С Этим Тоже Понятно Как Бы Еще Есть Одно Применение И Собственно Последняя Кисть Из Обновления Это Трава Текстура Мелкая А У Нее В Принципе Результат Получается Вот Примерно Такой Как Сейчас Мы Видим На Экране То Есть Мы Берем Какой Нибудь Цвет И Также Вводим Мышкой И Получаем Как Будет Такую Текстуру Видим Здесь Множество Переходов А В Целом Получается Интересный Эффект Вот Но Если Такой Эффект Не Нужен А Можно Отключить Динамику Цвета И Тогда Она Будет Просто Создавать Вот Такие Шумы Похожую На Пиксельную Траву Ну Опять же Это Просто Самое Очевидное Применение Ну А Так Вы Можете Использовать Как Захотите Ну Вот Собственно И Все Ставьте Лайк Если Этот Конструктор Вам Понравился И Подписывайтесь На Канал Чтобы Не Пропустить Новые Обновления Конструктора Так Как Купивших Уже Боя Семьдести Человек Я Создал Отдельную Группу Для Обновлений Поэтому Если Вы Уже Приобрели Конструктор То Обязательно На Нее Подписывайтесь Потому Что В личку Рассылать Обновления Я Уже Не Смогу Ну А Приобрести Этот Конструктор Можно В Моей Группе Вконтакте Ссылка На Него И Собственно На Группу Я Выложу В Описание С Вами Был Арталаски До Завтра Продолжение следует...